Друзья, всем здорово! Сегодня мы рыбачим с берега. Сегодня у нас тема рыбалки фидер. Показываю сразу бережок, откуда мы будем рыбачить. Вот такой вот красивый водоемчик. Только-только подъехали и, собственно, я уже потихоньку не спеша располагаюсь. Здесь у меня будет садок в воде, стульчик, фидерное кресло вернее, прикормочка, все дела. А тема рыбалки у нас сегодня будет крупный карасик на фидер. Постараемся с вами поймать такого более или менее, ну хотя бы хотелось грамм 800 карасика и было бы уже просто здорово. Так, ребятки, рыбачим сегодня с Артемом. Артему, я думаю, все знают по рыбацким форумам, особенно по форумам Кременчуга. Короче, там чуть позже к нам подтянется Рома, подтянется Артур. Сегодня будет такая душевная рыбалочка, душевная компания. И не спеша, никуда не торопимся, потихоньку раскладываемся. У нас еще ночь впереди и целый завтрашний день впереди. По фидерам это, как всегда, в последнее время мои любимые джакера от Селекта 390 с тестом до 150 грамм. Повторюсь, я эти фидера брал под пеленгасы, но они очень-очень не полюбились именно в наших условиях, где нужен дальнобой. А сегодня, я думаю, я буду с дальней дистанции рыбачить. Вообще просто чудесно. Сидишь, релаксирую себя. Ты на храпом, короче, да? О, смотри как банк. Ну, это уже да, карась. А ну, Тём, сверкани сюда, пожалуйста. Да, вообще красивый. Смотри, Тёмыч. Ну, нормальный такой дядя. Друзья, ну шо? Поймал я карасика. Так, а шо там, кстати, на часах. 25 минут 11. Вот такой вот красивый карасик проклюнулся. Мы там только шашлычок кушали. Вернулись на одном фидере, шо интересно, попуск. Я его вытянул, там нифига нету. А второй фидер вроде стоял нормально. Я, короче, его, думаю, перекинул, подсёк и вот такой вот карасяндрик. У Тёмыча тоже такой, как один попущенный был. Я подсёк, вытянул, ну, ни манифига. Короче, вот такие дела. Артур поймал вьюна. Да, это я. Это хороший вьюн. Слушай, а этот вьюн кашистый. Все лето говорили кашистый от слова кашка. Типа шо он с кашкой, значит икорный. Вообще, тихо. Так, пацаны, я побежал. Есть, ну, может карасик, но некрупный. Да? Ну, как некрупный. Опачки. Здравствуйте. Пойдёт. Такой в полторы ладохи карасик. По времени у нас половина ровно двенадцатого. Вообще жестяк. Третий карасик. Блин, начинаю потихоньку догонять пацанов. Это радует. Здорово, друзья. Доброе утро всем. На часах 5.28. Половина шестого. Тока-тока. Более или менее рассвело, что можно включать камеру, что-то делать. Ну, вышли, перезакинули. С первого карася я уже бабахнул. Как я вам и говорил ранее, всё самое интересное должно быть утром. Короче, полностью сейчас обновляем снасти. Бьём в точку, нормально работаем прикормкой. И пытаемся ловить крупного карася. Это что-то есть. Ну, такое, типа, как ладошечное. Ух ты. В траву, наверное, уперся. Да, ведёт. Это нормальный карасян. А ну, подходит. Ну, вот это то, что надо. Ребятки, вот это то, что надо. Вот это утренний клёв. Смотрите, какой икорный красивый карасик. Пока выставлял камеру, сейчас хочу крупным планом поснимать немного поклёвки. Показать вам именно, как загибает сам кивертип на поклёвке. Пока выставлял камеру, тут уже бабахнул. Тёма говорит, серый. Есть. Да, поклёвки, конечно, карася. Не спутать ни с какой другой рыбой. Такие губ, губ и на попуск. Красота. Красота, друзья. Утречка. Погодка супер. Погода шепчет. Настроение просто шикарное. Рыбка начала проклёвываться. И это хорошо. Угу. Да. Попал. Ну, по ощущениям, карасик не крупный, но поклёвка капец. Я её, кстати, зафиксировал. Влупил просто жесть. Да, пойдёт. Нормальный, дядя. Сейчас на глиссере тебя вот так вот раз. На камушке. Иди сюда. Вот это такие среднячковые караси здесь и проклёвываются. Ну, конечно, хочется дождаться такого крупнякового. Хотя бы грамм 800, чтобы полизать, сынок. Вот так вот, друзья, выглядит мой сегодняшний завтрак. Пацанам отнёс по бутеру. Тёма не захотел. Сейчас надо бутером ломаться. И чайком это всё дело горячим, кстати говоря. Шлифануть. А, красота. Бутеры у меня с колбаской, с огурчиком, с маслом. Ну, этого стоило ожидать. Надо только присесть покушать и всё. Карасик тут как тут. Типа такой, не фиг хавать. Надо работать, да, Тёма? Две его порыняют. Да. Ну, нормальный. Стандартик. Вот так вот, принять его в руку. Чудесно. Чудесно сработано. Ну, красиво и карасик льёт. Вообще-таки в две ладошки. Ну, ждём, ждём, друзья. Ещё красивее карася. Блин, да прям такой, ты шо, ты шо. Наверх на глиссер выходит. Я его такой, о, не. Чё он глиссирует, я не пойму. Думал, подбагрил, не. Вот такой, среднечковый. По ощущениям, когда засёк его, тока-тока, первые секунды, он, конечно, был такой, я думал, покрупнее. Но нет. Такой, чуть меньше стандартика. В полторы ладохи. Но всё равно пойдёт. Удовольствие я, блин, сегодня получаю. Просто капец от рыбалки. Во-первых, что вчера классно посидели. Часиков два, наверное, положились спать. Часа два точно спали. До четырёх я нормально, по крайней мере, поспал. Ну, потом уже такое начал крутиться. Трошки замёрз. Тёму попросил, чтобы прогрел машину. Ну, нормально. В пять часов уже зашевелились. Начали, блин, рыбачить. И, как видите, всё нормально. Всё удачно. Та попал же всё. Попал. И вроде неплохое что-то. Ух ты, повело. Да, нормальный карасяндрик должен быть. Ты шо, ты шо, прям повёл. Так замечательно. Но я не дал ему до конца клюнуть. Он бы, блин, фидер просто перекладил. Перетянул бы. Через стойку. Ну да, хороший. А, он ещё понял. Я подсёк, он сразу в траву. Из-за этого, ну, показалось, что он вообще здоровый. Ну, в принципе, и так пойдёт. Вот такой вот, зачётный стандартик. Как на сегодняшний день. Хороший, красивый карасяк. Малорик такой. Полезай. Смотри, какой вообще. Просто лапать. Слышишь, ты его так не спеша прям нахрапом берёшь. Поводки нормальные стоят, да? Вот, бачишь, за что я говорил. Ну шо, красонист он на камеру. Та вообще красавчик. Да, полкила стабильно. Даже грамм 600, думаю. Ну, так вот ребятки и рыбачим. Какие карасики проклёвываются. Красота. Мы раньше тоже не рожденькие рыбы. Белая беда. Резина. Такая там, максимальная. Поклёвывается. Масковывается. Попал. Редак, я попал. Карасик, конечно, не крупный по ощущениям. Но иногда, знаете, могу ошибаться. Бывает такое, ведёшь, он просто в твою сторону идёт. Вроде как и не сильно упирается. А подходит к берегу, потом бах-бах-бах и даёт о себе. Нет. Ну, не крупный такой, ладошка карасик. Ну, сейчас мы его вот так вот нахрапом. Хлоп. Пойдёт. Ну, давай, 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 давай. Так хорошо начал. Ну, карасёвая вроде поклёвочка. Иди сюда. Ооо. Вот это кабанчик летел. Да, ребят. Ну, на первых порах, можно сказать, такое прям хорошее. И повёл. Глубина небольшая. Сразу видно, как в сторону уходит. Вообще красота. Ну, давай, хоть полкила. Ну, ё-моё. Шо ж ты, блин, у меня такой сегодня клюёшь. Не крупный. Ну, поддавливает так вниз. Хорошее. Пойдёт. Пойдёт. Полкилушка, как я и заказывал. Вот так вот. Так, красавчик. Всё, тихо-тихо-тихо. Может, даже грамм, что-то, да, больше полкила. Вообще. Просто красавелла. Ну, давай, давай, давай. Иди сюда. Есть. Ребят, не успел я закинуть. Федорок только что перенаживлялся. После крупнячкового карася. Как тут поклёвочка. Ну, тоже вроде карасик неплохой. Прям на глиссере его так выводим. Да, ну, как неплохой. Стандартик. Ну, упирался на середине дистанции. Прям шикарно. Оно прямо отсюда попаду. Да, нормалёк. В садке. Только-только-только положил кормушку. Начинает шевелить. Смотри. Ну, мелочёх. Ставок под хороулом. Я там, пацаны, всё детство прорабачил. Получается, то ты смотри. Есть. Так что интересно, ребят. Только-только поставил спиннинг. Вообще, тока его выставил. То есть, получается, глубина там не больше метра. Шлёпнул кормушкой по голове карасю. И вон, я не знаю, сколько прошло, что он клюнул. Ну, правда, мелкий. Но, тем не менее. Интересно, что вообще, да? Не боится ничего. Стандартик, что мелкий. Да, я погорячился, что сказал мелкий. Прикольно. Только-только зарядил. Есть поклёвка. Начинаем мы сборы. Решили спаковываться. Во-первых, уже и рыбы, в принципе, наловились. А во-вторых, всё, как я вам ранее и говорил. По времени у нас 10.57-11 часов. И клёв практически... Ну, вообще, практически клёва нет. Время от времени что-то такое бах-бах-бах. Подсекаешь, холостая подсечка. Ну, короче, такое. Уже не рыбалка. Вот что у нас получилось по рыбёхе. Тёмы на ведёрко. Вот моё. 12-литровое. Ну, нормально. Скажем так, среднячково, конечно. Нет тех карасей, которых бы вообще хотелось. Но, тем не менее, полкилошные карасики влетали. Это тоже очень хорошо. У Тёмы тоже попадались, смотрите, вообще такие шикарные. Вот один, второй, там под низом. У Тёмы вообще есть пару красивых летело. Ребят, знаю я местечко, где 100% сидит килошный, закилошный даже карась. Просто его там надо дождаться. Надо туда поехать. Возможно, даже с ночёвкой. Поэтому в скором времени, ну, 100%. Я вам даю гарантию, мы поймаем такого прям карасика, чтобы тянул на ты шо, ты шо. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока.